всем привет друзья дима даниэль это не скалска это виден на 2 километра от павел бани и мы находимся в гостях у наших друзей с которыми мы познакомились здесь в болгарии вот смотрите друзья вот они живут за перевалом от скалска мы к ним ехали через перевал шибку и смотрите какая большая разница вот если у нас скалска еще ничего не цветет то здесь уже здесь тюльпаны у нас скалска до этого еще далеко здесь тюльпаны смотрите здесь нарциссы погода другая в нас и он у нас еще до тюльпанов и до нарциссов очень далеко место называется поселение называется виден 2 километра от павы под павел бани здесь живут наши хорошие друзья вот смотрите как у них здорово все сделано ну у людей золотые руки голубая елка друзья голубая елка посмотрите какая красивая тут галина сделала какую-то теплицу вот кстати у ребят скважина у ребят скважина то что они могут сделать это фантастика мы приехали сюда лепить пельмени и пока у нас настаивается тесто я делаю такой небольшой обзор их участка их дома наши друзья из москвы очень хорошие люди это их бассейн он закрыт лежит собачка спит бирта 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 спит конечно в этом регионе через перевал шибко это уже более это уже центральная южная болгария здесь все растет лучше и быстрее а сейчас я вам покажу скотный двор вот вот такой гриль вот такой гриль это по этому примеру виктор мне сделал вот гриль на заказ такой же как у него я очень доволен потому что у Виктора на самом деле руки ну руки золотые а давайте посмотрим а давайте посмотрим птичек да сейчас о ничего себе вот ребят смотрите что такое эко птички это индоутки вот друзья посмотрите какие как виктор сделал специальные это все авторские вещи понимаете это это поилка это каждая птичка может подойти и попить нет а если сюда налить раки то что будет пьяные птички а вот посмотрите смотрите виктор сделал специальную кормушку то есть сюда можно много насыпать чтобы на неделю хватило и они потихонечку будут снизу порционная кормушка и можно уехать на время и птички не помрут вот что делает человеческая мысль когда есть руки голова и желание там вдали галя рассказывает свете показывает что происходит ничего себе слушай галя а издалека кажется что это как для человека клетки галя покажи что ты несешь ребят вот это настоящее эко яйца не так гадость которую вам продают в магазине понимаете смотрите какие цвета вообще класс это маранская оно должно быть такое что знаешь маранская порода маран они еще бою бывают более темные даже ты хочешь конечно это яйцо стоит дороже чем это конечно 2 доллара яйцо стоит какой 2 доллара ты господи маранская яичница я понял маранские яичницы они столько не стоят галя супер профессионал здрасте галя здрасте витя а виктор это человек который у которого руки просто золотые друзья я вам показываю уже полки которые делает виктор я вам показывал гриль мангал ну мангал можно сказать и мангал так а вот это а вот это мастерская виктора давайте зайдем вот посмотрите что человек который понимает может сделать своими руками ведь а что это за станок это дерево обрабатывающий станок который позволяет делать мебельные щиты шириной 60 сантиметров и соответственно длиной то есть как это работает да интересно друзья виктор сделал это все своими руками чтобы вы понимали не обработали доску не обработали доску так задача стоит том чтобы ее отругать чтобы она была гладкая окей для этого есть две каретки с рубанком так сейчас я покажу как это давай давай интересно работают ребят чтобы вы понимали это то что называется золотые руки сейчас мы подключим электричество вот так устроена мастерская все на месте все четко поставлена много инструментов сейчас вот так улучшаем станок хочу что а мы у у у у у у у зашлифовалась дальше я могу опускаем опускаю еще еще ниже весь стол опускается или поднимается в итоге я получаю широкую доску абсолютно гладкой ведь ну ты вот конструкцию извини сделал сам полностью своими руками все конечно 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 начинает от этих железных стоек там конечно 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 мама родная ничего себе единственная проблема в этом станке который было то что видите вот как только начинаешь работать образуется огромное количество опилок так что первую мысль который не было этого этого станка есть выхлоп который который можно подсоединить пылесос например ok вот но этого хватает буквально минут на пять на семь и пылесос забивается весь этими опилками так вот долго думал что делать что очень неудобно накопить большой пылесос строительный который стоит там немеренных денег либо еще что-то и в конце концов я пришел к другому решению я сделал следующее я поставил пылесос который можно подключить который можно подключить к сети так поставил сделал вот такую специальную бочку окей вот и теперь я включаю включить вот он помогли в этом я могу подключить в банку и все опилки с вами пойдут автоматом в большую бочку При этом Я просто покажу, как это работает И при этом Пылесос Остается пустым Он действует как переходник Чтобы уходил на большую бочку Просто устройство, которое создает разрежение Ага Слушай, здорово А все опилки Они остаются В этой бочке Виктор, а что потом с опилками? Вот опилок много, что с ними делаем? Это следующий вопрос Сейчас я вам расскажу Единственная проблема, с которой я столкнулся Когда я собрал такую конструкцию Мне стало любопытно А что будет, если при работающем пылесосе Я возьму и заглушу его Заглушу подачу воздуха Да Получился очень интересный эффект Когда я поставил первую Это уже вторая бочка Когда я поставил первую бочку И заглушил таким образом Так Вот что сделал Вот что сделал пылесос А что это такое? Он ее разорвал, как тузик, как грелку Ничего себе Ага Он ее просто скручил И бочка пришла вот в такое состояние Так Поэтому прежде, чтобы такого не было Пришлось поставить так называемый обратный клапан Который спасает бочку Если вдруг где-то что-то заклинило А, чтобы выход был воздуха Да Чтобы не взорвало Ну это я Со своей идиотской мыслью Он приоткрывается И при излишнем разрежении Запускает сюда Какой-то воздух Чистичный воздух Здорово Хорошо, а еще А последний вопрос Что мы делаем с опилками? Вот хорошо С опилками Вот у меня скопилось Где-то мешков 5 или 7 Вот таких опилок Так Это следующая мысль Которая мне приходит в голову Хочу попробовать из них сделать Топливные брикеты Так что можно было Ты имеешь в виду, извини, пилеты? Не пилеты, а топливные брикеты Так То есть прессовать эти опилки Настолько сильно Чтобы они не рассыпались И чтобы их можно было Запустить в камин Например Окей Как вариант Ну здорово Друзья мои Ну вы понимаете Что нету предела Инженерной умной мысли Вот Вот смотрите Вот грубо говоря Вот такой станок Который Купить В готовом виде Стоит Ну Я думаю Что Их просто нет Их просто нет Да И человек это сделал сам Вот Вот просто сам Ну у меня Лично у меня Это просто вот рубанок Который Который Движется В нескольких направлениях И соответственно Стругает Делает абсолютно Идеально ровную Да Ну вы сами Да Да Ну ребят Ну здесь У меня без комментариев Потому что на самом деле Мы с Виктором знакомы Всего лишь где-то год Но Я показывал Уже полки Которые Я заказывал У Виктора Которые сегодня Уже привезены У меня И скоро Они будут подготовлены К установлению Пока нет Потому что Полки прекрасно готовы Они полностью Но Теперь уже проблема Со мной Потому что Когда встанет Летняя кухня Полки будут стоять Замечательно Ну Без комментариев Когда человек Ну знают люди Что они делают Большое спасибо Виктору За экскурсию Всем привет И Вернемся Мы К грилю Как я и сказал Друзья Вот этот Замечательный Гриль Который У Виктора Стоит Стационарный Друзья И гриль Вечный Вы посмотрите Он вечный Он внизу На колесиках Здесь Он Из железа Потом На гриле Прокладывается Камень Который В общем-то Никогда Не даст Испортиться Никакому Железу В общем-то Ну Мы Супер довольны Нашим знакомством И мы Супер довольны Тем Что На самом деле Мы знаем Где заказать Вот такие вещи Из железа У очень Серьезного Человека Профессионала Который Ну на самом деле Знает Что он делает Наши барышни Сейчас гуляют Светочка У Гали Учится Да Ну а Галя Она профессионал Если Виктор Профессионал По всему Тому Что связано С инженерной мыслью И с металлным деревом И все Что с этим связано То Галина Профессионал С выращиванием Рассад Выращиванию цветов И Здорово Здорово Что у нас В Болгарии Появились новые Прекрасные Да Еще А вот Кстати говоря Виктор придумал Что-то новое А что это за коробка Это переноска Для птиц Скажем Если нужно ехать На рынок Да Или наоборот Отсадить Мелких Мелких Цыплят Ага То есть Есть соответствующая Переноска для птиц Переноска Можно сказать Конструкция простая А с другой Непростая Но она Очень удобная Потому что А как мы на рынок Привезем птиц Мы же не в пакетах Их будем привозить Они же там умрут Замечательно Нет Ну В общем-то Я без комментариев Потому что Потому что Все здорово И очень интересно Все рассады Мы покупаем у Гали Отличные рассады Которые растут Друзья Спрашивайте Обращайтесь Всегда расскажу Всегда Прокомментирую Все что можно сделать Друзья А сейчас Мы вместе Идем лепить пельмени Отдыхать Да я вижу Сколько нарциссов И тюльпаны Я уже вижу А сколько здесь Раки И кстати Да Раки Здесь тоже Очень много И очень вкусные Но У нас еще и десертные есть Есть и десертные Дима И десертные Но По поводу алкоголя Мы с вами поговорим Потом Позже 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 Друзья Вот вы понимаете Это Мы сейчас находимся В том доме Когда Когда Вот смотрите Вот этот дом Вот Если вы видите Фасад И все Что здесь сделано Это все Сделал Виктор Дима Смотри Как персик цветет Красиво Розово Да Персик цветет В этот момент Я и думаю Почему я не родился Инженером Наверное Меня родители Плохо обучали Ну ничего Зато Сейчас Мы пойдем С Виктором Лепить пельмени Хубавден Шелихам Йом Наим Хаварим Шели И Хэви Найс Дэй Май Фрэнд Чао Чао Привет Из Ведена Павел Бани Болгария Израиль Бай Бай